Вы выступили немножко получше в этот раз, чем на скейт Америка. То есть баллов на 60 больше набрали. Например, когда я смотрел короткую программу, там был четверной тулуп. Я даже сначала не поверил, что он был четверной. Такое ощущение, что это двойное. Так легко все было сделано. Как удалось добиться такого прогресса за короткое время? То есть это был недавно скейт Америка совсем. Дело в том, что в моей карьере есть соревнования, которые играют промежуточную роль. А есть турниры, на которых я сразу планирую выкладываться значительно в многократном размере. Поэтому однозначно у меня сразу главным стартом этого сезона значился турнир четырех континентов в Сеуле. По нескольким причинам. Во-первых, потому что турнир проходил в Корее. Во-вторых, это однозначно чемпионат четырех континентов. Это очень престижный турнир. То есть тут разыгрывается титул чемпиона. Это является аналогом чемпионата Европы. Сами соревнования. Плюс еще февраль месяц, месяц Олимпийских игр. То есть для каждого спортсмена очень важно находить способы выходить на пик формы именно в этот период. Потому что пик формы невозможно удержать на протяжении долгого времени в течение всего сезона. Есть какие-то определенные моменты, когда вы его находите. Ну и последнее, это то, что Олимпиада будет проходить в Корее в 2018 году. То есть это была моя такая мини-репетиция здесь. И я сразу целился. То есть у меня не было задачи показать идеальное катание на скейт-Америке, потом во Франции выложиться на 300%, потом и в Хорватии. Все старты играли какую-то роль в моей подготовке именно к этому турниру. Иногда я, наверное, слишком параноически подходил к тренировкам, потому что любая моя тренировка заканчивалась и начиналась мыслями о турнире четырех континентов. Но я рад, что преодолел все эти сложности, справился с психологической нагрузкой и добился того, чего хотел. Это действительно особенно для меня турнир. И я рад завоевать первую в истории Казахстана медаль на чемпионате четырех континентов. Это первое золото для нашей страны. Обе программы ваши короткопроизвольные, не очень-таки оригинальные, эффектные. Не могли бы вы немножко рассказать, как родился замысел этих программ и кто помогал в их создании? Ну, моим хореографом уже на протяжении многих лет является Лори Николь. Это канадский специалист, знаменитый хореограф, воспитавший целую плеяду чемпионов мира, анипийских чемпионов. Мне удалось, допустим, с ней работать уже не впервые, в плане того, что это у нас уже с ней пятый совместный год работы. Поэтому мы с ней нашли общий язык и каждый год стараемся делать какие-то новые интересные постановки, к которым мы готовимся заранее. Этот год, например, год экспериментов. То есть, если в том году у нас была определенная цель до Сочи, цель пьедестал, например, почета. Год до этого Лондон, да, у нас была чуть другая идея в постановке программ, да, то в этот год год экспериментов. То есть, разрешили использование слов в фигурном катании, в одиночном. То есть, в короткой программе у меня присутствовала лирика, и сама программа имела нехарактерный для меня образ на соревнованиях. Но, тем не менее, к этому образу я очень долго шел, выступая под подобные композиции на показательных выступлениях. А производная программа – это что-то совершенно новое, не только для меня, но и, наверное, вообще для фигурного катания, в плане того, что очень мало программ, соединяющихся в себе столько разных музыкальных течений и направлений в одной композиции длительностью в 4 минуты и 40 секунд. Поэтому это очень сложная программа. Сначала у меня было однозначно не очень комфортно ее выкатывать, но мы вкладывали всю душу в эту постановку. То есть, когда мы ставили ее, это было действительно классное, скажем так, время. Это насыщенное, знаете, какими-то моментами, которые придавали нам вдохновение, какой-то необычной мотивацией. И я рад, что это как бы все оправдалось, все эти надежды, потому что сам жанр, он тоже нетипичный. Вы знаете же, что фигурное катание – это спорт довольно-таки субъективный. На вкус и цвет товарищей нет. Поэтому был определенный риск, но я думаю, что наш риск оправдался. И я рад, доволен результатом своих программ. Но, тем не менее, понимаю, что у совершенства нет предела. Поэтому я думаю, что сейчас по возвращению мы внесем небольшие корректировки в программу. По поводу вкуса и цвета. Вы, кажется, решили поменять костюм для этого турнира. Раньше у вас был другой костюм. Ну, это новый, конечно, тоже симпатичный, но тот был такой очень яркий. У меня уже третий костюм. То есть, практически на всех турнирах я выступал в разок. Ну, честно говоря, если говорить о произвольной программе, то сама тематика, она очень нетипична. Очень сложно было найти, нащупать этот стиль, что мы хотим зреть. Потому что программа, она не однообразная. То есть, это, во-первых, сама тематика шелковый путь. Это не одна страна какая-то. То есть, это целый поток вообще различных направлений, культурных, музыкальных. Поэтому очень сложно было вначале найти какой-то стиль для этой музыки. Нужно было понять, во-первых, кто я в этой программе. А потом уже, исходя из этого, доводить все вот эти идеи в одну единую. Поэтому мы долго щупали. Мы сразу первоначально делали три варианта костюма. Два из них никто так и не увидел. В скейт-америке я выступал в другом. Потом мы к Франции шили еще один комплект. К этому старту у меня еще два комплекта костюма. Я вышел в том, который увидели. Потому что мне он на сегодняшний день наиболее комфортен. Ну и стоит отметить, что еще одна из причин, почему... У меня все спрашивают, почему ты поменял костюм, почему. Дело в том, что, например, я с лета скинул почти 6 килограмм. То есть у нас не было смысла уже переделать старый костюм. Мы просто сделали новые, которые мне намного удобнее и они сидят намного лучше. Спасибо. Такой немножко большой, может быть, вопрос. Но можно и покороче ответить. Как вы думаете, что нужно для успешного выступления на чемпионате мира в Шанхае? Ну, кроме чистого проката. Каковы сейчас технические требования к сильнейшим фигуристам, к чемпионам? И насколько ваша программа этим требованиям соответствует сейчас? Ну, стоит отметить, что фигурное катание вообще за последние несколько лет очень изменилось. Изменились ценности, уровень растет из года в год. И я прекрасно сознаю, что нужно для того, чтобы оставаться в топе и также двигаться согласно заданному вектору, согласно заданному направлению. Поэтому, понятное дело, что чемпион и вообще лучший фигурист – это тот, который умеет совмещать в себе и техническую составляющую, и артистическую составляющую программ, который может быть, как в Америке говорят, полным пакетом, скажем так, всех функций. Поэтому я понимаю, что для того, чтобы достичь высоких результатов, мне нужно развиваться во всех направлениях. И в этом плане это, конечно, нелегко. Но у меня интересные программы. И технически я оснастил программы на сегодняшний день, согласно, скажем так, высоким меркам. Два четверных у меня в произвольный, в короткое прыгаю четверной прыжок. То есть в общей сложности три. Может быть, мы добавим еще один к Шанхаю. Я еще не знаю, мы сейчас вернемся. На тренировочную базу уже, исходя из того, что у нас есть, исходя из моей кондиции, будем уже с тренером решать, как нам сохранить форму, стоит ли ее сохранять, или стоит ли дать небольшой такой сброс нагрузки. Или же изменим вообще направление и будем кататься более усердно, усердно нарабатывая форму для Шанхая в более высоком темпе и усложняя свои программы. Спасибо. Как вы думаете, кто ваши главные соперники будут на чемпионате мира? Ну, как я сказал, сейчас фигурка катания, да, конкуренция, она растет. И уровень растет. И, соответственно, соперников будет много. Прошли те времена, когда, допустим, Алексей Ягудин выступал, да, и вот они соревновались с Евгением Плющенко. И вот были два спортсмена и все остальные. Сейчас все иначе. Допустим, в Сочи человек 12, наверное, могли занять призовое место. Это действительно очень сложно. Мы как рыба в аквариуме, знаете, все боремся за выживание, да. Но, может быть, сейчас чуть тенденция меняется, допустим. Чемпионат четырех кандидатов показал, например, уровень катания на этом полушарии земном, да. А Чемпионат Европы показал на другом. То есть посмотрим, что произойдет в комбинации этих двух, скажем, ну, этих уже двух полушарий, да. Поэтому, ну, главный соперник все равно у любого спортсмена – это он сам. Любая борьба найдет внутри человека. Поэтому, я думаю, что для каждого из нас, и для меня в том числе, очень важно просто победить себя. И, я думаю, победив себя, и хороший результат может быть обеспечен. Как у вас сейчас с здоровьем? Говорят, были проблемы раньше. Ну, когда я начинал спорт, я записался в группу здоровья, так называемую. Фигурум Катаньич популярная секция, когда дети приходят улучшать свою иммунную систему. Фигурум Катань, да. Но, к сожалению, любой профессиональный спорт – это уже своеобразная группа антиздоровья. И я не исключение. У всех спортсменов бывают травмы. И это просто часть спортивной профессиональной жизни. Я ее принимаю. Конечно, у меня не бывает все идеально. И тут были определенные сложности, допустим. Но мы под Краевом тренировочный план стараемся не доводить все до какого-то критического состояния, допустим, что было в том году. И в этом году я, в принципе, относительно ровно иду. И это мне и позволило, кстати, тут выйти на пик формы. Ну и такой вопрос. В принципе, вы на него уже отвечали, мне кажется, много раз. Ну, насколько серьезно вы сейчас уже думаете о будущей Олимпиаде? И есть ли у вас какие-то особенные чувства от того, что Олимпиада проходит, как говорится, или пройдет, как говорится, на вашей исторической родине? Я хочу отметить, во-первых, что выиграв, допустим, бронзовую медаль на Олимпийских играх в Сочи, встал вопрос, продолжаем ли мы карьеру или нет. И тогда я просто понял, что уже для себя, как спортсмен, я добился тех результатов, о которых мечтал. Я всегда хотел мировую медаль, медаль олимпийского достоинства. И мне удалось этого достичь. И поэтому мы реально долго думали о том, стоит ли продолжать или не стоит. Потому что у меня были другие интересы. Я учусь в университете. Закончил один, сейчас поступил на магистрскую степень в Казахстанско-Британский технический университет. И учеба это не такая, что, знаете, а, там, пришел, поставили галочку. Нет, это реально серьезно мне, допустим, на этой неделе задавать бизнес-экономику на следующий международный маркетинг. Да, то есть это очень серьезное занятие. И мне не дают таких прям огромных поблажек. Как остальные люди могут представить. Ну, конечно, люди идут навстречу, но понимая мою профессию главную. Но, тем не менее, это тоже нелегко все соединять вместе. Это раз. Второе, допустим, мы задумались о том, например, стоит ли кататься или нет. Меня вдохновило, что вдохновило то, что фигурное катание в Казахстане, оно стало пользоваться какой-то популярностью. То есть я уже дважды продюсировал, ну, конечно, не в одиночку, но организовал ледовое шоу в Казахстане. Причем это не просто какой-то проект маленький, да, а реально это огромное шоу, которое сравнивали, да, с такими клыбами ледовых проектов, как даже шоу Unique Him. Это самый огромный комплимент, когда наше шоу сравнили с ее проектом. Потому что ее шоу, оно поистине является самым, наверное, большим, самым лучшим в мире. То есть мы организовали уже дважды. И дважды люди просто скупали билеты, как будто это горячие пирожки. Да, то есть все представления были аншлаговые, и это не могло не радовать. Это говорило о том, что интерес к фигурному катанию есть. То есть я знаю, что после этого, допустим, детские секции, ну, уже начиная, допустим, с моей победы на азиатских играх, я знаю, что фигурное катание стало пользоваться интересом, родители стали давать детей в секции более часто. То есть потом после шоу, это, конечно же, ну и других успехов, это, конечно же, только увеличивало интерес стороны людей к катанию на коньках. То есть недавно я слышал, что один из крупнейших катков в Казахстане обслужил 200 тысяч человек за год только на массовое катание. То есть это говорит о том, что люди приходят покататься в удовольствие, проводят свой досуг. Что такое катание на коньках? Это спорт. Спорт – залог здоровья. То есть это залог здоровой нации. Я считаю, что это очень важно. Это было одно из главных вдохновений. То есть выступая в Корее, выступая на шоу Ким Юны, например, All That Skate Show, я знаю, что 30 тысяч билетов раскупили за 30 минут после их выпуска на продажу. Это не могло меня не поразить. Но когда я увидел, что творилось на арене, то есть это просто, это было потрясающе. И я понял, что один человек, и это Йона, может действительно изменить целый мир фигурного катания. В одной стране целое отношение вообще всей страны к этому виду спорта. И я понял, что вот в этом, наверное, и заключается теперь мой смысл. Попробовать, может быть, не повторить успех Юны, потому что я не смогу, никто не сможет. Но внести какой-то вклад в развитие, в популяризацию спорта в Казахстане. То есть с тех пор я проводил множество семинаров. Мы организовали свой общественный фонд, который поддерживает молодых фигуристов, развивает фигурное катание. То есть семинары устраивали совместно с Алексеем Ягудином, Брайаном Жобера, где мы обучали не только детей, но и тренеров для того, чтобы создать программу на год вперед, например. И этой весной я хочу проверить детей, посмотреть, есть ли какой-то прогресс. Но, тем не менее, заниматься этим у меня полностью не получается, потому что, как вы понимаете, я занят другими делами. Но тут-то и объясняется мое присутствие в фигурном катании, потому что я понимаю, что если я остановлюсь, то остановится, наверное, весь процесс. И, блядя на детей, которые смотрят на меня, как на их кумира, пытаются научиться мне чему-то и черпают свое вдохновение от меня, я понимаю, что я, наверное, даю какую-то надежду молодому поколению. Ну и стараюсь как бы поддерживать свою планку. Это меня и вдохновляет, совершать новые подвиги, новые какие-то достижения. И именно ради этого я сейчас катаюсь. То есть то, что в этом году я занял первое место на чемпионате четырех континентов, завоевал титул. И этот титул не только мой, но и титул для целой страны, для всего народа. Это будет теперь в истории. Я понимаю, что я сделал правильное решение, но главное, что впереди у меня есть другие планы. В спорте у меня очень лимитированное время, но я надеюсь, что все осуществится по плану, и я смогу завоевать все необходимые результаты, которые я поставил себе в план на следующие три года. Вы сейчас где больше бываете? В Казахстане или в Америке? Вы там тренируетесь, говорят. Ну, так уж складывается моя жизнь, что я, в принципе, времени больше провожу вообще в нейтральных территориях, скажем так, из-за переездов. Это очень много соревнований, очень много тренировочных сборов, которые отправляют меня в самые разные уголки мира. Но, допустим, моя тренировочная база, она располагается в Лос-Анджелесе. Я уже четыре с половиной года тренируюсь в ЛА. У меня сформирована там своя команда. И, в принципе, прогресс, который мы совершили за последние четыре года, он вполне очевиден. Да, но мой дом – это однозначно Казахстан, да, то есть там все мои родственники. Я родился и вырос в этой стране. У меня казахский менталитет, в конце концов. И поэтому каждой возможности выбраться домой, даже по каким-то незначительным причинам, я радуюсь, как ребенок, потому что не так часто получается видеться с семьей, видеться со всеми своими близкими. А это время очень ценно. Ну, стоит отметить, что, допустим, в этом году я в Казахстане бывал чаще, чем обычно. То есть очень много было поездок каких-то, ну, обычного делового характера, но тоже это был прекрасный повод, допустим, зарядиться энергией от Родины, потому что все равно в Казахстане другая атмосфера, другое отношение ко мне, другое отношение людей вообще в целом, да, это более понятные люди в каком-то плане, да, то есть, ну, все родное. И это меня заряжает, то есть, и сюда я приехал, например, из Казахстана, то есть я заезжал в Казахстан, как раз у нас было награждение в «Спортсмен года» от Министерства культуры и спорта, я был, естественно, в списке. И это тоже дало свое кредо, скажем так, да, то есть вдохновение, вдохновение. То есть приезжая сюда, я, конечно, знал, что, ну, из моих достижений так высоко оценивается, значит, все, что я делаю, действительно не зря. Ну, я приехал в Корею уже, это моя далеко не первая поездка в эту страну. Я уже прежде много раз бывал на территории родины своих предков, причем по совершенно разным причинам. То есть первый раз я сюда приехал вообще для участия на хоровой олимпиаде, то есть когда-то я был музыкантом и выступал в составе хора «Искер» Мужкова. Мы приехали в Пусан, если не ошибаюсь, в 2002 году и завоевали серебряную медаль, то есть серебряная медаль олимпийских игр по хоровому пению. Позже у меня было, конечно, уже много других поездок, в основном фигурно-катательного характера, да, то есть я приезжал сюда для соревнований, приезжал сюда навещать могилу своего дедушки, который является знаменитым корейским генералом Мин Гэн Хо. То есть мы ездили специально в Вонжу, каждый раз, когда я сюда приезжаю, меня сопровождает какая-то телевизионная команда, это каким-то образом вызывает интерес вот у медиаплатформ. Поэтому это, конечно, не чужая для меня страна, и я чувствовал огромную поддержку, выступая здесь, но также чувствовал невероятную радость, победив турнир, победив турнире и услышав гимн Казахстана, который играл на корейской арене, и сами соревнования, сам весь процесс церемонии награждения транслировался по всему миру. Это наш первый такой высокий титул, титул практически мирового достоинства, когда казахстанский флаг по центру поднимался наверх, когда звучал гимн, когда приветствовала публика стоя. И это, конечно, дорогого стоит, это действительно бесценные просто эмоции, воспоминания, которые останутся в моей памяти навечно, которые останутся в истории казахстанского спорта, в истории мирового спорта. И это не может не радовать. То есть эта неделя вообще выдалась продуктивной, да, три медали сразу я завоевал, две малые в короткой произвольной программе, золотые все, и самую главную золотую медаль, вот по результатам которого и стал чемпионом четырех континентов. И это, конечно, все очень вдохновляет. Я знаю, что в Корее очень много русскоязычных корейцев, сегодня я среди них. И мне очень приятно находиться в стране, где действительно чувствуешь себя очень комфортно, интересно. Я изучал историю Кореи, то есть знаю, что у страны вообще тяжелая судьба, да. Допустим, страна, которая дважды унифицировалась, распадалась, унифицировалась. Много было войны внутри страны, потом колонизация, потом либерация, потом разделение на две части. Буквально 60 лет назад у них только все это закончилось. То есть меня просто поразило, как за 60 лет страну смогли построить. То есть я смотрел ВВП страны, если его взять там 1950-е годы, да, это было какие-то смешные 100 долларов. Сейчас страна мало то, что является страной номер один, в Азии касательно демократического отношения к людям, но и, допустим, ВВП, у них более 25 тысяч долларов при капите. Поэтому действительно поразительно, это огромный прогресс. И я знаю и Казахстан, поскольку молодое государство. Надеюсь, что мы также прогрессивно сможем пройти наверх. Я, в свою очередь, как спортсмен, стараюсь делать все возможное, чтобы работать во благо Казахстана. На сегодняшний день я работаю пока только во благо имиджа страны, но надеюсь, что в будущем смогу принести еще большую пользу в развитии нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова